скажите пожалуйста есть ли среди нас люди у которых с чувством юмора не очень хорошо сейчас я хочу мы будем считать что все кто хотел пришли честь и хвала вы выдержали я построил от анти паттерна то есть я буду давать вредные советы не делаете никогда не делать или вам нужно думать вот так это будут вредные советы это не то как я поступаю в реальной жизни не по не пытайтесь повторить это в реальной жизни это приведет как раз к проблемам мы будем иметь предсказуемый результат да таки да таки будете итак поехали это я думаю уже никому не интересно это тоже никому не интересно о чем мы будем говорить о технике безопасности как обычно любой проект начинается хорошо отличные идеи клевые парни и девчонки классная методология шикарные технологические инструменты улыбающиеся люди открытое небо синее море потом начинаются какие-то всякие негора которые сначала ощущается на уровне подземных стуков потом они начинаются в виде прямых каких-то потерь денег и так далее и тому подобное как написано таком дамьяна это я есть такой слот неких шуточных правил который рождался в ходе обсуждения всяких проблем и там стих 14 это как раз про кошера вальма срях и наступление релиза вроде бы проблем нет но когда начинаешь релизится проблемы наступают вот и как правило наступают они очень больно собственно говоря родилась такая штука как прайон намекон это тоже мы не совсем в трезвом виде придумали прайон продукт намекон книга правил ну это такой реверанс сторону лавкрафта даст некрономикона поэтому я так как я не владею греческими прайон по моему даже у меня пронос неправильно там длительная йо это слишком чуждо я его переделал в продукта намекон собственно говоря говоря это набор неких анти паттерна вот я рассказывал когда приходит новый человек я ему даю рабочую тетрадь и выписываю как раз паттерн система ценностей она гораздо шире чем я вам рассказал потому что она еще затрагивает архитектурные вещи технологические но так как это специфично я и отбросил я стал только общие такие общие паттерны системы ценности а потом я даю обратную сторону на темную стороны силы даю анти паттерн и вот этим анти паттерн посвящен посвящена этот доклад собственно говоря анти паттерны команды команда это самое уязвимое место для заказчика команда выглядит приблизительно вот так вот и некоторые заказчики с образным мышлением называют команду гребницей в продукте то есть она может быть как полезной и рождать как белые грибы так и поданки поэтому первые анти паттерны это команда творчества всегда давайте приоритет тем людям которые являются творческими зачем давать приоритеты развивать тех людей которые умеют решать проблемы ведь разработка софта это творчество это клево сам процесс он фановый крут и люди которые решают проблемы не как правило зануды вот реально не зануды поэтому творческие люди наше все неважно что они там могут не добиваться результата но они наши все терпимость это отвратительное верни не терпимость отвратительное качество а терпимость вот я уже начинаю давать сбой перестраем то есть терпимость отвратительное качество или не терпимость отвратительное качество не терпимость это отвратительное качество терпимость наше все люди которые способны терпеть всякое г который у нас валяется под ногами они способны длительной продуктивной работе в нашем понимании так и потому что нетерпимые люди как мы помним из предыдущего слайда не зануды причем они зануды настолько что они при готовы вам рассказать здесь и сейчас 273 причины почему они не за ну поэтому уважайте любите и цените терпимых людей они терпимые пусть там ходят где-то где-то там далеко не надо ни в коем случае стрессовать нельзя как говорил один известный человек темное время хорошо подсвечивает хороших людей это кто сказал рих мария ремарк а был еще один клёвый человек создатель ордена иезуитов игнацию слоева идея которого торквимада в виде инквизиции релиза он говорил а да особенно если еще подсвечивать их кострами снизу так вот не давайте команде стрессовать стресс убивает команду ведь он отвлекает ее от продуктивной работы боритесь со стрессами сделайте чтоб все было тихо мирно хорошо без без конфликтно вызов это тоже такая очень страшная штука бой стрессом нужно давать собеседование это самый правильный метод приема на работу ведь вам человек любой человек который придет на собеседование он же естественно будет жить по принципу посчитаю ну как ты там как прошел собеседование приняли за умного выкрутился вот поэтому дел не надо брать человека и пробовать как он работает какой уровень сложности собеседуйте беседуете с ним опу не там о чем угодно но не о практических задачах это долго утомительно собеседование это самый клевый способ приема на работу ни в коем случае не надо брать поработать не надо давать тестовых заданий ведь вы же можете в интернете попасть на буллшит какой-нибудь или нашит шторм касательно того что над этих тестовых заданиях вы зарабатываете деньги конечно же огромные деньги зарабатываются поэтому только собеседование никаких испытательных сроков никаких тестовых сложных заданий никакого выяснения уровня сложности и умение решать проблемы только собеседование если к вам приходит как хороший программист говорит какие у меня горизонты развития вы ему говорите менеджмент это же так клёво ведь вы же при этом из хорошего программиста сделайте плохого менеджера это же фан это же означает что у вас будет кнут для того чтобы толпу такие же хороших программистов мотивировать поэтому позволяете хорошим программистом становиться менеджером это же так классно а если вам повезет вы его превратите в чайка менеджера знаете кто такие чайка менеджеры прилетел порал погадил улетел для команды это самая лучшая мотивация чтобы сделать хорошо потому что тебе же не нравится когда тебе на голову падает продукты жизнедеятельности чая вот посмотрите массовая культура запилена под что вот был такой чувак люк skywalker к нему приходит к вайбон и говорить вернее к нему приходит обе ван кеноби и говорит ты сын джедая ты станешь джедая гарри поттер ему приходит хагрид и говорит ты сын волшебников тебе есть много мин могучей силы пошли со мной бильбо бэггинс ему приходит гэндальф и говорит ты избран пошли невообразимое путешествие не а ему приходит морфеус ты избран пошли со мной вы посмотрите да вся массовая культура запилена по то что ты можешь сидеть ни хрена не делать и к тебе придут в трех случаях бородатый чувак и в одном случае лысый негр и скажут все будет клево пошли со мной вот этот всякий буддизм притчи если можно сидеть на попе ровно самое главное не пропустить бородатого мужика или лысого негра теперь цитата из фейсбука мотивация против дисциплины для того чтобы вступить в рукопашную схватку боец спецназа должен эпически на поле боя про терять автомат бронежилет пистолет нож десантника саперную лопатку каску найти ровную расчищенную площадку на которой нет ни одного камня или палки и ступить в эпическую рукопашную схватку с таким же долбодятла качайте мотивацию ведь мотивированные люди это наше все ну что такое дисциплинированный зануда который всем удивит вот ревью архитектурное review fan drive пицца халявная в ночь с понедельника на пятницу и так далее делайте не надо думать в этом все гнилые отмазки пацан должны жить по принципу пацан сказал пацан сделал где мы увидели слова подумал не говори хорошо ванна эти три обе массовая культура отрезала четвертую обе обезьянку но она делает не то о чем вы подумали для того чтобы над вами не смеялись делайте плохо не берегите хару вот она на самом деле держит хару самурая почему называется харакири это на самом деле неудачный акции пуку потому что с и пуку должен быть сопровожден освобождением хары ахара находится на ладонь правее левее и на два пальца ниже пупка поэтому кажется что она держит но она захару беспокоится поэтому конвертом зарезают и второй надрез получается когда у тебя уже про порог по про потрошено все и это больно но хара освобождается на втором разрезе поэтому харакири это неудачный сыпуку вот такой вылет массовой культуры так вот над вами все будут смеяться если вы будете стараться всех не за не замучивать вот не делайте хорошо делайте плохо не будьте вот этой смешной обезьянка которая бережет свою хару ползите на кладбище это сказал михал михалыч звонецкий что с человеком не делай он упорно ползет на кладбище ползите на кладбище все вот эти нетерпимости штуки дрюки ну вы заметили что что-то плохо ничего рассосется найдется какой-то человек который сделает это за вас исключайте бюрократию все что вам говорят про здоровую бюрократию это все фигня не надо записывать сценарий не надо записывать критерии не надо записывать тесты радость человеческого общения наше все договаривайтесь на словах плевать на законы распространения информации мы крутые умные чуваки мы сами пишем свои законы распространения информации зачем команде общие принципы общий стиль мышления общие подходы в анализе проектирование планирования и разработки зачем уничтожать сущность западной цивилизации примат личного над общим полный задом наперед это наше все пусть каждый как он хочет как и говорят старинные погородки кто как хочет тот так и прыгает а пусть он как хочет так и делает зачем какая-то общность всякие эти умные слова аустракстатик смех от раиши это маркетинговый булшет берегите состав берегите каждого разработчика даже если он носит такие шорты берегите его потому что не дай бог у вас станет меньше ресурсов и вы не сможете взять очередной проект пусть он там пусть он делает вашу жизнь насыщенной зачем команде общие цели инструменты система ценностей люди ко всему приспосабливаются ну и что что вы будете выглядеть но это же клево вот приблизительно так в окружающем мире но это же клево и фаново это необычно кормить и свой кризис оригинальности не надо синхронизироваться и становиться с окружающим вас миром на the same page вы станете такими как все серыми скучными еще не дай бог продуктивными разобщенность это наше все давайте подменяйте понятие потому что ну и если вы скажете из грибалок ну все скажут из грибалок а если вы скажете линдевелопмент а это будет круто если вы скажете там и дорогие не ad hoc solution а итеративно-инкрементальная разработка это же звучит гораздо круче вот вы же не будете говорить там фигак фигак of production вы же говорите быстро обратная связь и так далее и тому подобное поэтому нечестность это правильно это хорошо это позволит вам лучше продаваться на рынке ну и комфортнее себя чувствовать ну потому что действительно проще рассказать что мы полгода пилили архитектуру теперь как пирожки печем фичи чем мы закрываем баги правильно поэтому нечестность эта штука которая спасает вашу репутацию ни в коем случае не читайте потому что вы можете прочесть там вот странные вещи какие-то бабочки и цветочки какие-то страшные штуки которые заставят вас о чем-то подумать и вы вместо того чтобы писать код начнете думать это ужас вы напишите меньше кода велосити команду упадет и я бы на месте команды мочил в сортире таких уродов не надо искать лидера менеджер это гвоздь команду лидер это сложно дорого и долго лидеров очень любят переманивать другие не такие умные компании поэтому делайте хороших чайка менеджера и они будут вот тем сразу тем самым оком саурона на горизонте которая будет мотивировать вашу команду тем более лидеры они вредны и у них есть свое собственное мнение и у них как правило это мнение не совпадает с мнением владельцев бизнеса и это напряжен теперь поговорим о кунг-фу в смысле о продажах зачем вам несколько горизонтов планирования смотрите под ноги занимайтесь теми вещами которые делают вас счастливыми здесь и сейчас потому что точно оценить риски стоимость и прочие прочие важные вещи насколько удобно дальнем горизонте вы не можете поэтому не стоит за это и браться никогда никогда не общайтесь с пользователями вот вам врут когда говорят что главный инсайт кроется в таком тонком прямом взаимодействии с пользователями вот и что зачастую те вещи которые являются совершенно не очевидными пользователь не может просто описать словами они в непосредственном взаимодействии они врут не выходите из офиса там тепло сухо и комфортно держите язык за зубами не уважайте своих конкурентов потому что ваши конкуренты это полные неудачники сначала войти в зону комфорта вернее выйти из зоны комфорта нам надо сначала войти в зону комфорта а у нас денег нет поэтому не вздумайте уважать и общаться конкурентов не вздумайте мечтать потому что как правило когда вы начинаете мечтать эти мечты разбиваться суровую действительность и вместо того чтобы фигачить ход вы начинаете сожалеть о том как бы оно могло быть хорошо поэтому воспринимайте все как есть не надо выходить за рамки своего мировоззрения или мировоззрения вашей команды это грозит и развала но стабильность это же наше все поэтому все вот эти штуки-дрюки могут оказаться кровавыми у вас всегда будет шанс оказать второе впечатление не надо думать о том что каждый самый мелкий релиз должен быть идеальным перфекционизм это глупо невозможно добиться идеальных релизов поэтому ну перекрашивание багов фичи с последующим их разменом багов на фичи это наше все это единственный возможный способ работать на рынке разработки программного обеспечения никогда не говорите нет ни коллегам ни инвесторам ни менеджменту ни подчиненным ну нельзя говорить нет вы же будете злая дюдюка вас будут не любить при заходе вас в курилку будут стихать разговоры скаменеть лица и прочее 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 поэтому никогда не говорите нет продавайте продукт не смейте думать никогда не смейте что вы не продаете продукт а привлекаете инвестиции ваших клиентов инвесторов конечных пользователей продавайте продукт как таковой потому что что такое вы начнете думать что вы привлекаете инвестиции идеями это сразу вам надо управлять портфелем этих инвестиций думать о роли и прочих сложных неведомых страшных для любого нормального инженера вещах поэтому продавайте продукт ни в коем случае не занимайтесь инвестированием не привлекайте инвесторов ваш продукт ищите покупатели не ищите инвесторов нельзя ни в коем случае ценить время ну вот нельзя будьте уверены что ваш покупатель всегда найдется рынок то большой поэтому вы можете для себя вывести простой принцип люди бывают перфекционисты и люди бывают прокрастинаторы инженеры это как правило и то и другое поэтому давайте быть перфекционистами прокрастинаторами это реально клево вот реально вы представляете когда вы делаете что-то вовремя и достигаете каких-то обязательств вы у себя просто вот этот фановый драйв овертайм driven девелопмента и факат driven девелопмента тот момент когда максимум эмоций когда зарождаются семьи или как минимум хорошее отношение вот вы просто себя лишаете его вы сделаете свою работу скучной неинтересной только ловите себя на том что вы начинаете что-то делать вовремя ценить время видите себя по рукам вот вы понимаете что вы пробуете всякие подходы методологии и так далее и тому подобное и вы не всегда получаете результат зачем тогда мучиться смысл меняться и продавать если не всегда получается получить отдачу зачем зачем себе такой головняк возводить зачем думать о деньгах добавочной стоимости и прочее 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 мы уже помним про дальние горизонты планирования нафиг нафиг ближние задачи продажи это переговоры красивые костюмы модные ручки хипстерские очки сори вот если найдется какой-то какой-то чувак который говорит что продажи это планирование подготовка суровый анализ прототипирование и могучий брейнсторм а скажите ему что он не прав ну зачем он своим тусклым цинизмом разрушает романтический флер профессии продажи кстати могут быть и внутренние тот же самый принцип продажи идеи самое главное что собраться помитинговать обсудить и комфортно забыть но зато по нам можно сказать так мы этот ваш фдд видели и вертели вот если вы не дай бог согласуете с заказчиком понятие готово то всю фановость релизов чудесно с последующей халявной пиццей и развоза на такси вы просто себя лишите вам надо я считаю нет поэтому пусть у каждого будет свое понимание главное чтобы у вас была такая как раз клевая фановая экосистема и среда а деньги найдутся как мы помним рынок большой обязательно найдется покупатель на твой софт надо все прекрасно знают что мало набрать команду что-то продумать спланировать спроектировать поэтому ни в коем случае вот просто ни в коем случае никогда не занимайтесь менеджментом ожиданий потому что вот такая фигня есть у всех а такого нет ни у кого поэтому если вы вдруг внедрите многоуровневую практики управления ожиданиями заказчика на каждом из слоев превращение идеи в продукт то вы рискуете что у вас вот это превратится в него же вам надо вот это реально клево потому что все ходят там с собачками за дрогачками маленькими а у вас спина руки слона код теперь про реализацию непосредственно про разработку клево картинка мне нравится архитектура микросервисы вот никогда никогда не смей визуализировать потому что вдруг кто-то вот визуализированному тобой найдет какую-то ошибку да предложит что-то лучшее он уронит твой престиж реноме и мало того возникнет дополнительная работа вот эти всякие уроды которые говорят а давайте мы сделаем юмей диаграммы на ней тестабилити и эволюбилити посмотрим покажу вам как это делается вы представляете вы не пишите код вы рисуете на каком-то непонятном псевдо языке вы пришли войти чтобы писать код ни в коем случае нельзя визуализировать но если вдруг вам не повезло в вашей компании интенсивно применяются практики визуализации то вот за факт визуализация это способ спасти в вашу репутацию ну прекрасно все знают что это такое это же точки из множества жулия в пространстве псевдомимых квартаниона поэтому чем сложнее способ визуализации которые вы выбираете тем лучше это же известно каждому школьнику даже мне пришлось два раза прочитать не вздумайте описывать сценарий вот 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 что это такое это типовой сценарий поведения три самых зрелых волка самых старых самых могучих бойца за ними пятерочка молодняка потом десяточка самой большой ценности стаи это самки потом еще пятерочка и сзади идет вожак который видит всех у них на вот этот сценарий поведения были миллионы лет эволюции у вас есть всего полгода для того чтобы разрабатывать софт поэтому записывать сценарии это грех страшнее чем визуализировать архитектуру ну не надо с ними соревноваться все держите в голове у вас всего полгода чтобы это все разработать нет у вас времени на эти глупости поменьше шагов мышления поменьше фичу забабахали сразу на прот приехали баги починили туда же на прот все вот эти про то что я рассказывал про многошаговое мышление про деградацию процессов плюньте мне в глаз я был неправ надо так все говорят что минимум велю был продут это великая ценность и архитектура это великая ценность при этом быстрая выкладка это ценность но быстрая выкладка это грязная архитектура таким образом грязная архитектура это ценность шах и мат не вздумайте включать какой-то перфекционизм и начинать пилить что-то хорошее вам достаточно и вот такого едет едет не привередничайте рефакторинг рефакторинг архитектуры так как это долгосрочное обязательство он невозможен просто невозможно и думать никогда об этом не надо есть замечательный паттерн разработки натянуть сову на глобус вызываются велосипедно-костыльные войска не могучим десантом мы выстраиваем конструкцию вокруг нашего шатающегося продукта и все пробуем соло зачем тратить на архитектуру время если есть огромное количество практик велосипедно-костыльного девелопмента рефакторинг баз данных и модели это тоже не верьте апологетам ддд которые говорят что рефакторинг модели это поиск концептуальных зависимостей минимизация хранимых данных и так далее и так далее они врут вот такая модель это во-первых классно потому что ты сидишь тебе приходит чем ты занимаешься тебе достаточно это распечатать что ох ёё какой ты умный я таким не стану никогда поэтому если вы начнёте рефакторить свою модель она такой не будет никогда это катастрофа рефакторинг кода это сказал умный человек мартин фаулер между прочим автор таких замечательных книжек как шаблоны проектирования архитектуры архитектурные шаблоны корпоративных приложений домейн он по домейн древний дизайн много писал по DSL у него шикарная книжка домейн specific languages и так далее он был прав и плевать что это первоапрельская шутка невозможно и всё невозможно написать идеальный код поэтому никогда ну вот никогда не смейте рефакторить код это недостижимо вот а если вы с самого начала накопите много технического долга то это приведет к нужному результату гибели вашего продукта и вам не придется выдумывать какие-то непонятные невнятные оправдания почему вы уходите из компании компания просто закроется и всё и вы избавитесь от этого неловкого момента говорить человеку с которым вы выпили не один литр вискаря ты знаешь я ухожу это тяжело и больно не вздумайте поэтому чем больше технического долга вы создадите тем лучше избавите себя от неприятных моментов будьте оптимистами а теперь зарядка для шеи будьте оптимистами будьте оптимистами делайте подсистемы логирования мониторинга отладки там ротации логов доставки хранения логов семантического анализа того что делает ваша система в последнюю очередь у вас всегда есть замечательный способ отправлять логи ошибок в почту я до сих пор ради интереса храню 245 гигабайтный inbox формата линухового в котором 214 тысяч сообщений отладочных за два дня вот потому что если вы сделаете какую-то внятную систему семантического анализа вам придется с ней работать а так вы можете сказать их слишком много и заархивировать этот inbox поэтому будьте оптимистами никогда не доверяйте своей интуиции вот никогда потому что вот это все это маркетинговая заманинга да такие картинки рисовать жадные капиталисты манн иванова первых когда рассказывают о своих книжках которые они переводят и по принципу по которым они выбирают вот никогда вы лишаете себя вот постепенного превращения информации через знания в опыт интуиция это вы сразу выскочили и все а он потом скажет сколько ты времени на это потратил пять минут а вот тут можно столько часиков нарезать я вам я вас уверяю вот когда решение простое это не интересно поэтому мы делаем крак веселым интересным и сложным под этом нарезаем большое количество денег и всем хорошо все чудесно и те которые говорят что нужно программу делать сначала простой потом удобной а потом быстрой они не правы это ложь делаю функциональный там будет много всяких интересных свистелок и пыхтелок который сделает счастливым твоего пользователя никогда не автоматизирует за автоматизировав все и вся ты лишаешь себя возможности записать в твой план работ такие замечательные задачи как регрессионное тестирование во время которых ты сделаешь свой релиз потому что все время которое было запланировано на релиз ты на самом деле проиграл в танчике ты этими глупыми штуками просто берешь и лишаешься возможности шпилить во время рабочего времени в танчике а вот когда у тебя будет регресс тогда и ты и напишешь код ты же умный тем более ты посмотри у тебя будут мускулистые руки твердый взгляд и мировоззрение всемогущего нагибатора вы можете верить не верить в то что я говорил вот но тем не менее по таким шаблонам или анти шаблоном живут подавляющее большинство разработчиков программного обеспечения и я буду просто счастлив если вы во всех этих смешных картинках где-нибудь найдете себя и это толкнет вас к тому чтобы немножко изменить вашу жизнь и вашу профессиональную жизнь в том числе сделать вас чуть-чуть счастливее а если вы себя узнали в большом количестве слайдов то я должен вам сказать что вам нужно что-то срочно делать прямо сейчас вот вам опять гугл в руки вот я хочу вам сделать определенные пожелания чтобы те антипаттерны о которых я говорил не приводили к вот такой вот веселой ситуации в которой мы окажемся достаточно часто чтобы жизненный цикл ваших фич был не вот такой чтобы он был чуть-чуть поинтереснее и чтобы команды в которых вы работали были приблизительно такими а не те которые вот там на предыдущем слайде в инвалидных креслах я готов ответить на вопросы это